Привет, дорогие мои сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон С. И на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Совершенно ужасная новость, которая взбудоражила не только российские СМИ, но и получила очень большую огласку зарубежных СМИ. Екатерина Каргаланова была убита. Ей было 24 года. И это инстаграм-блогер с 90 тысячами подписчиков на своем инстаграме. Многие из вас просили под прошлым видео, пожалуйста, расскажи об этом. Ребят, девочка любила красиво жить. Исходя из открытых источников, к своим 24 годам у нее была своя квартира в Москве, и она жила на широкую ногу. Опять же, как утверждают те же источники, жила на широкую ногу не потому, что были богатые родители, и не потому, что был успешный бизнес. У всех возникли вопросы, откуда у девочки возможность жить так, как она жила. Красивая жизнь, много путешествий, интересные друзья. И все это выкладывалось у нее в инстаграме. Пока 27 июля, буквально 3 дня назад, ее не нашли с множественными ножевыми ранениями, засунутый в чемодан в своей собственной квартире. Есть информация, что подозреваемый в ее убийстве был задержан сразу по горячим следам. Другие утверждают, что этот самый подозреваемый, 33-летний футбольный тренер Максим Гореев, пришел сам с повинной в полицейский участок и сознался в том, что он убил Екатерину. По одной из версий, в день убийства он пришел к Каргалановой домой и увидел, что она собирает чемодан, что чемодан уже в принципе собран, и она заявила ему, что собирается ехать в Нидерланды со своим 52-летним поклонником, чтобы отпраздновать свое день рождения. Тогда, приревновав, он ударил девушку 8 раз ножом, попытался затолкать ее в этот чемодан, который она собирала в поездку в Голландию. У него это не получилось, поэтому он просто оставил девушку в квартире и покинул место преступления и ждал в своей квартире, пока на нем не придут полицейские. Это одна версия. И по второй версии, Игорев познакомился с Каргалановой на эскорт-сайте, где она оказывала секс-услуги. Действительно, это версия в разработке. Как утверждается, они встретились и не договорились о цене услуги. Каргаланова посчитала, что та сумма, которую он ей предлагал, слишком маленькая и отказала ему в интимной связи. Он разозлился, впал в ступор и зарезал девушку на месте. Вот его личная цитата. Она неоднократно меня оскорбляла, унижала сексуальные достоинства и принижала финансовые возможности. Иоанн смог выдержать и нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди, признался подозреваемый. Описание ее последней фотографии в ее инстаграме после того, как она вернулась из Греции. Эта публикация была последней в ее жизни. Привет, Москва! Вот и подошла к концу наша короткая, но очень веселая поездка на Корфу. Было очень кстати на несколько деньков сбежать от противных дождей и холода к Ионическому морю. Вообще, если честно, не люблю долгий отдых. Путешествую часто, но в каждой стране провожу не более трех-пяти дней. Самая длительная за всю жизнь была поездка в Израиль с мамой, когда мне было 14 лет. Бла-бла-бла. Я, наверное, слишком наивный человек, когда я искренне верю тому, что красивые девушки публикуют у себя в инстаграме. Как я стал вести сплетни на своем канале, я стал все больше и больше вникать вот в эту вот, вот в эти вот закулисные игры красивых девушек и начинают вылезать все больше и больше нелицеприятных деталей их красивой жизни и то, как они эту красивую жизнь заработали. Благодаря тому же инстаграму, где есть несколько огромных каналов, которые сливают всех эскортниц, на самом деле, всю их информацию, включая паспортные данные и включая переписки с клиентами, включая интимные фото, интимные видео, я был просто в шоке, когда девушек, которых ты знаешь по инстаграму и о которых у тебя складывается определенное мнение, то есть, возможно, дочь богатых родителей. Скорее всего, дочери богатых родителей, потому что, как в 22, в 23, иметь дорогие машины, иметь красивые поездки и иметь, в принципе, красивую жизнь, ты не понимаешь, как можно иметь все эти условия, кроме как небогатые родители. Но как жизнь показывает, богатыми родителями часто вообще не пахнет. Это все-таки огромное количество красивых девушек, как из России, как с Украины, едут в Москву за красивой жизнью и зарабатывают самым простым способом. На самом деле, простой, это вопрос здесь спорный. Я никогда не буду утверждать, что заниматься эскортом, это просто. Да, возможно, тебе не нужно много думать, чтобы раздвинуть ноги, но я считаю, моральный выбор и морально переступить через вот это вот, как сказать, своего рода унижение, наверное, надо тоже суметь. Не каждая на это способна. Но, тем не менее, когда ты видишь такие изливания в Инстаграме о больше 3-5 дней, я не провожу в стране, люблю короткие каникулы и езжу по Европе и по миру постоянно, складываешь 2,2, и как тот же рынок шкур в Телеграме говорит, что девочки обычно ездят на 2-3 дня в Дубай, в Германию, в Швейцарию, на Мальдивы, именно для того, чтобы иметь свои 2-3 тысячи в сутки эскортный бизнес. И поэтому, когда девочка в 24 имеет свою собственную квартиру в Москве и путешествие за путешествием, здесь, скорее всего, я склоняюсь к тому, что это, конечно, был эскорт, но это ужасно в 24 закончили жизнь так, как закончила она. Сложно это комментировать в принципе, потому что ты не знаешь всех деталей жизни, ты не знаешь всех деталей этой драмы. Я знаю всегда такая ситуация, что любая медаль от двух сторонах, когда расходится мужчина с женщиной, муж с женой, например, ты слушаешь плач жены у себя на плече и ты понимаешь ее ситуацию. Вот он такая сволочь, вот он такая скотина и денег не дает, и из дома гуляет, и все такое. Но, как только ты поговоришь с мужчиной из этой же семьи, ты начинаешь понимать его боль и его проблемы с этой женщиной. То есть, ты понимаешь, что нет такого в паре всегда виноват кто-то один. Оба работают над тем, чтобы пару или сохранить или развалить. Я никогда не верю в то, что кто-то 100% жертва, а кто-то 100% хищник. Конечно, никто не заслуживает настолько страшной участь, как закончила свою жизнь Екатерина. Здесь это очень жалко. В любом случае, берегите себя, не провоцируйте ситуацию, даже когда вы уверены, выйдете из ситуации победителем и на коне, не испытывайте свою судьбу. Пару видео назад мы все сплетничали о том, что Галустяна видели по пути в Барнаул на самолете с его потенциальной любовницей. И, как казалось, это сплетня, не сплетня, новость, не новость, но ее распространили абсолютно все. И вот теперь Галустян сделал видеообращение, где он говорит следующее. И вторая новость о том, что я развожусь со своей любимой женой Викторией, потому что меня недавно видели в Барнауле в самолете и с какой-то девушкой. Это все неправда. Это все неправда. Не ведитесь на это все, пожалуйста. Если вы это видео будете использовать, не выдергивайте слова из контекста и не надо придумывать какие-то громкие кричащие статьи. Давайте жить дружно. Всех целую. И люблю. Я верю в ситуацию, когда нет дыма без огня. Если люди что-то видят, если люди делают какие-то умозаключения, значит это имеет под собой почву. Когда мы берем просто обыкновенную сплетню и начинаем ее обсасывать эффект бабочки. Один сказал, второй сказал, третий сказал. И вот смотрите, Голусян берет и публично опровергает эту ситуацию. Видим замечательные сплетни. Мы берем самое свежее, самое горячее, кричи не совсем не подтвержденное. Обсуждаем это, а потом ждем, чем же это все закончится. А очередная новость от Максима Фадеева. Обновленный состав группы Серебро выпустил свой дебютный видеоклип. Очень сложно я послевкусия оставил после себя этот клип и я сейчас хочу сказать свою точку зрения. Начнем с того, что клип начинается с вот такого дисклеймера от самого Макса Фадеева. В феврале 2019 года группа Серебро обновила свой состав и стала абсолютно новым коллективом. Их первый трек О Мама был записан в классическом стиле группы. Специально для поклонников было снято муд-видео, в котором сохранилась энергетика прежнего состава Серебра. Кадры наполнены воспоминаниями, чтобы каждый, кто скучает по прошлому, мог в него погрузиться и проникнуться ностальгией. Чтобы начать что-то новое, нужно изучить и почувствовать историю прошлого. А теперь давайте я разобью вот это вот воззвание от Макса Фадеева и разложу это все по полочкам. Если вы смотрите клип О Мама, первое впечатление, если вы не будете очень вникать, вы решите, что вы смотрите клип группы Серебро «Отпусти меня». Настолько все снято в эстетике этого видео, первые кадры ты вообще не понимаешь, это «Отпусти меня» или это «О Мама». И сделано это Максом Фадеевым не по той причине, что ему очень хочется вспомнить старое и понастальгировать о бывшем составе группы Серебро. Нет. Моя точка зрения на все на это вытягивание денег, назовем это так. Хороший пример. Была группа «Квест Пистол». Я не особо любитель этой группы, но некоторые песни мне действительно заходили. И вот в течение какого-то отрезка времени начали уходить солисты, ими начали заменять других солистов, но группу-то нужно сохранить, она же несет продюсерам деньги. Это продюсерский проект и сделан он в первую очередь не для того, чтобы самовыразиться тому же продюсеру, нет, это сделано в первую очередь, чтобы выкачивать деньги. И вот спустя какое-то время ты понимаешь, что «Квест Пистол» это больше не «Квест Пистол». Одно дело, началась бесконечная ротация солистов, и я потерял тех, кто мне изначально нравился. Потом началась какая-то катавасис «Квест Пистол шоу». На данный момент я не знаю, что такое «Квест Пистол» и что такое «Квест Пистол шоу». Это один ли человек владеет этими группами, или кто вообще эти все люди, и кто те солисты. И когда последний клип группы «Квест Пистол шоу» вышел, это был «Босоногий мальчик», для меня это была совершенно мне незнакомая группа, совершенно незнакомыми солистами, и для меня это был абсолютно проходящий вариант. Вот здесь Макс Фадеев пытается сбежать подобной ошибки. Он делается настолько в стилистике старого серебра, само видео выдержано в эстетике старого серебра, и не потому, что оно ему очень дорого. Это обыкновенная попсовая группа, которая не сделала никакой революции, никакой революции она не сделает. Это продюсерский проект, не больше. Сделано для того, чтобы старые поклонники этой группы не поностальгировали, а подсели на эту группу, и чтобы для них она была максимально знакомая. Я просто ненавижу, когда начинают давить на такие эмоциональные клише-приемы. Называется «О, мама». Слушайте, а где это, я уже видел. А да, точно, такое я видел у Потапа и Настя в клипе «О, мама». И точно такое же я видел у Лободы в 40 градусах. Держи меня крепче, мама. Каждая из этих трех песен говорит только об одном. Приходит девочка и жалуется в прямом понимании этого слова на суку любовь. Это была цитата из песни своей маме. Я понимаю, к какой аудитории он пытается апеллировать. Но когда ты смотришь на все на это, ты понимаешь, нет, бывшего серебра больше не будет. Я не скажу, что этот проект у Макса Фадеева будет провальный, но по мне, уж лучше бы он не продолжал эксплуатировать уже несуществующий бренд серебро, а создал совершенно новую группу, совершенно новой стилистикой. Если ты уже сумел просрать старое серебро, но создай ты что-то новое. Зачем ты свою аудиторию, людей, которые в свое время, возможно, и слушали старое серебро, зачем ты их держишь за дураков? Зачем такое наглое вытягивание денег, играя на чувствах и эмоциях поклонников, которые, не знаю, были ли поклонники группы серебра, или это такая проходящая музыка, которая совершенно не несет в себе никакой эмоциональной нагрузки, кроме как, так, знаете, подвинчик с подружками поставить что-то на фон. Это вот мое отношение в принципе. Как бы я не уважал Макса Фадеева, в последнее время он пытается тупо делать деньги, и это видно абсолютно всем. Для меня это полнейший провал, то, что сейчас сделано с новым составом серебра. Когда ты смотришь на эти нежные, неотесанные, неотесанные в плане актерского мастерства и вообще сценического присутствия девочек, которые вот непонятно откуда он их набрал, но нету там никаких эмоций. И вот когда она сидит, знаете, как это нелепо, когда девочка с индифферентным лицом и нулем эмоций поет о суке любви. Господи. Не то, что испанский, да, испанский стыд. Для меня это был выстрел в никуда Макс Фадеев. Опомнись, перестань держать свою аудиторию за дураков. Это все настолько на поверхности. Не нужно тебе создавать новую группу под старым флагом. Я считаю, эта лодка серебро уже давно затонула. Создать что-то новое. Не нужно копировать то, что в свое время хорошо выстрелило. В одну реку два раза не входит. И здесь пример того, как это делать не нужно. Чувствую обман, чувствую вытягивание денег, чувствую о своих эмоциях, как если бы я ставил себя на позицию любителей группы и ценителей творчества группы Серебро. Господи, знаете, когда ты говоришь ценителей творчества группы Серебро, это уже само по себе априори не существует, потому что ты знаешь, что это только продюсерский проект. Те девочки, которые там стоят и открывают рты, они в принципе нали, потому что в любой момент по щелчку пальца Максима Фадеева каждую из этих солисток можно заменить. И вы знаете что? Ни один из фанатов даже не поймет, потому что ни один из фанатов даже не знает, как их зовут. Печаль, печаль. Им нужно перестать пользоваться формулами начала двухтысячных, когда можно было штамповать группы одну за одной, менять солисток каждую неделю и вообще всем было плевать. Продюсеры России, ребят, выводите свой шоу Биз на качественно новый уровень. Ну посмотрите, как это делается в Европе, посмотрите, как это делается в Америке. Есть тоже продюсерские проекты, но сделайте вы это красиво. Зачем показывать нам очередные три поющие персоны, когда нам по сути вообще плевать, кто озвучивает твои песни и кто поет под твою музыку Макс Фадеев. А почему бы тебе это не сделать? Назал бы себя серебром и спел бы эту песню про О маму и про суку любовь. Это так просто. Совет от продюсера продюсеру. Оскароносный актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем инстаграме видео о пожарах на Аляске в Канаде и в России. Известный защитник природы. Это известный защитник. Ключевое слово известный защитник природы. Уже много лет выступает борцом за экологию и призывает задуматься о будущем. Я не знаю, что не так с русскими подписчиками инстаграма Лео Ди Каприо, но цитата. А может он хрипануть решил на примере Гаги? Как вы думаете? Иногда мне прям жалко и природу тайги, которая горит. И обидно, что люди не понимают, что не все заключается в хайпе. Всегда надо смотреть шире, когда не каждый способен делать деньги и добавлять очки к своей карме на фоне огромного горя, огромной катастрофы. Сейчас горит просто тысяча гектаров. Не тащите людей, человека, который действительно болеет за природу и экологию в принципе на планете на свой дурацкий уровень. Мне немножко обидно становится и становится прям немножко стыдно за людей. Вот честно. Я так понимаю, что все уже, слава богу, начали говорить публично, громко, во всеуслышанном, о страшнейшей катастрофе, которая сейчас происходит в тайге. Нонна Гришаева пишет у себя в инстаграме. Православные. Начиная с сегодняшнего дня в течение двух недель по всей России с молитвы по соглашению будет два раза в сутки читаться Акафист Неопалимая Купина против пожаров в Сибири. Присоединяйся. Горят миллионы гектаров. Погибают звери и птицы. Люди. Дым дошел до Казахстана. Никто, кроме Бога, нам уже не поможет. Есть замечательная русская хорошая поговорка На Бога надейся, но сам не плашай. Ну как вот в 2019 году? Ну какие двухнедельные молитвы? Ну о чем речь? Какая Неопалимая Купина? Ребят, знаете, вот ты смотришь и вот становится стыдно за людей, потому что в такие моменты, вот в такие моменты ты играешь на каких-то религиозных чувствах православных христиан. Ребят, давайте возмолимся. Да не помогут молитвы пожарам в тайге. Не остановит Бог эти пожары. Нужно не молиться по две недели, а не знаю, пожертвования собирать, чтобы хоть кто-то начал какие-то телодвижения и начали тушить. Хотя, как я уже говорил в своих прошлых видео, экономически невыгодно это тушить. Другое дело, как многие мне написали, скажем, все, повырубали там все, а под пожар сейчас пытаются списать просто гектары лесов. А в Китае сейчас, наверное, кассируют чеки русскими деревьями. Не молитесь, я не знаю, подпишите какую-то петицию, начните собирать сбор денег. Стыдно читать такое от публичного человека. Ребят, двухнедельный Акафис неопалимая купина. Что ж такое несут? Ну что же такое несут? Ну кто остановит пожар в тайге, кроме как не люди? Ребят, ну почему мне так стыдно? Я очень люблю Кристин Стюарт. Я обожаю ее каменное лицо, я обожаю ее одно выражение лица в любой роли, какой бы она ни играла, и в любую эмоцию, которую она пытается выдать во время игры в кино, у нее всегда одно выражение лица. Обожаю я ее, она твердая, как стальной гвоздь. Люблю таких девчонок. И сколько раз я повторял, как же я ненавижу классическую Шанель. Вот вы посмотрите, красивая молодая девчонка с восхитительным телом, восхитительной осанкой, ну просто лапочка. Господи, вот вы представьте себя вот ее, идущей в реальной жизни вот в этом клетчатом мешке. Или нет, еще лучше, вот в этом розовом, тяжелом, пыльном пальто-пиджаке. Я не понимаю, что не так с Шанель, как можно в 2019 году такие старческие вещи вешать на молодых и красивых и ставить это на обложку. Ребят, я очень много где ездил, я очень много был и в Милане, и в Монако, то есть там, где действительно очень богатые люди не стесняются выгуливать свои самые дорогие наряды. Ну не видел я никогда классическую Шанель, кроме как на старухах, кому за 60. Как же нелепо выглядит Кристин Стюарт в этом тяжелом, вот смотрите, розовый пиджак, я на него смотрю и у меня колется все. Ты смотришь, на человека, и у тебя ощущение, что этот пиджак колется и пахнет старым чердаком. Я не понимаю, что не так с Шанель и как бы сильно я не уважал Карла Лагерфельда, как сильно бы я не уважал его стремление оставаться верным корням Шанель, я очень надеюсь, что в Шанель произойдет революция и они поменяют вот этот вот ужасный концепт. Я не говорю, делать что-то радикально противоположное, как сделал, например, в свое время Гальяна с Диор. Ну дайте подышать молодым, ну дайте свежий воздух, ну сколько можно этих пыльных розовых пиджаков. Кто не знает, это была минутка моды от Антона С. Высказываю свое субъективное мнение, не люблю классическую Шанель. Ребят, в любом случае, спасибо огромное за компанию. Мне так приятно, что каждое утро мы встречаемся, пьем кофе, обсуждаем свежее, интересное, наболевшее или просто сплетничаем. Если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь, нас сплетников много не бывает. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте палец вверх, я знаю, это совсем не сложно, а блогеры это очень приятно. И, дорогие мои, увидимся завтра утром, как каждое утро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok